Мир боится времени, а время боится пирамид. Египетская пословица. Всем привет, это проект Деконструкция. Сегодня мы обсуждаем фильм Звездные врата. И у нас в гостях научный журналист, редактор портала антропогенез.ру Александр Соколов. Добрый день. В 1994 году в широкий прокат вышел научно-фантастический фильм режиссера и сценариста Роланда Эмериха «Звездные врата». Краткий сюжет фильма таков. Долгие годы никому не удавалось расшифровать письмена на звездных вратах, найденных в Египте в 20-е годы. Но молодой ученый Дэниел Джексон раскрыл их секрет. Вместе с отрядом американских солдат под командованием полковника Джонатана О'Нила он подходит к «Звездным вратам» и попадает в другую вселенную. Этот фильм, насколько я знаю, он породил за собой очень много франшиз. Было снято три сериала, всего 17 сезонов. Было и до сих пор, наверное, но я сейчас не знаю, какое-то мощнейшее мировое комьюнити, комиксы, журналы на эту тему. Было очень много фанатов этого фильма. Много кого я читала и слушала, и говорят о том, что пирамиды и их постройка схематичная, она полностью повторяет созвездия Ориона. И вообще астрономия очень была распространена, насколько я знаю, в Древнем Египте, и была на довольно-таки высочайшем уровне. И вообще само изучение звезд. Расскажите все-таки, насколько достоверна вот эта вот информация, даже я слышала от историков, о том, что пирамиды повторяют созвездия Ориона. Так, значит, можно по порядку тут. То есть, во-первых, в Древнем Египте наблюдали за звездным небом, в принципе, так же, как и другие древние народы наблюдали за звездным небом, потому что звездное небо нам дает, а, возможность ориентироваться в пространстве, мы смотрим на звезды, там, полярная звезда, еще там какая-то, и определяем направление, где мы находимся, куда, значит, нам двигаться. По звездам мы можем определять, например, время года. Например, там, условно говоря, Сириус взошел, Нил разлился. И у нас есть вот некая отмашка, которая очень важна для сельскохозяйственной деятельности. То есть, когда там сеять, когда собирать, вот, для древних египтян, судя по всему, звезды во многом были важны вот в этом плане. Как, еще раз, и для других древних народов. Потом уже появляется еще некий религиозный контекст, в том числе с этим связанным. Связанный, то есть, вот, например, там, Орион, египтяне как-то связывались с Осирисом. Вот, вот, может, похож, он им казался, созвездие Ориона. А, допустим, большая медведица – это Сет. Ну, потому что похоже на ногу. У них это, конечно, было не медведица, похоже на ногу быка. А там, согласно мифу о Сете, не помню детали, но, в общем, как-то ногу Сета забросили на небо. Соответственно, и совсем другая история – это связь пояса Ориона и пирамид Гизы. То есть, мы здесь говорим про пирамиду Хуфу или Хеопса, Хафра и Менкаура – три, ну, таких, наиболее известных пирамид в Гизе. Что они, вот, повторяют расположение звезд в поясе Ориона. Эта теория, теория, появилась в конце 20-го века. Ее там выдвинули некие авторы. В том числе ее популяризировал такой пропагандист всякой альтернативной истории Грэм Хэнкок. Мы, может, его сегодня еще вспомним, потому что Рональд Эмерик, судя по всему, большой поклонник творчества Грэма Хэнкока, о чем он сам говорил. И, соответственно, там идея какая, что эти пирамиды, на самом деле, конечно, не гробницы царей. Они, вот, как бы, воспроизводят пояс Ориона. А сфинкс – это олицетворение созвездия Льва. А Нил – это Млечный Путь. А все это вместе, вот, некая такая космическая композиция. И все это, конечно, построено было не во времена Древнего Царства, тоже, о чем можно там отдельно говорить, а там какие-то там 10 тысяч лет или там больше назад. В общем, такая вот история. Причем это, в общем, даже там в каких-то обсуждалось, в каких-то научных кругах. Ну, быстро было показано, что, во-первых, соответствие вот этих пирамид звездам пояс Ориона вовсе не абсолютное, а такое, довольно приблизительное. Более того, чтобы получилось соответствие, звездную карту надо перевернуть. То есть пирамиды, там вот этот поясок, он отклоняется на север, а в поясе Ориона звезды отклоняются на юг. То есть авторы этой теории, они, в общем, карту перевернули. В-третьих, сфинкс, если это лев, если это звезды Льва, он вообще должен быть на другом берегу Нила, по идее. Ну, и так далее. То есть мы здесь видим классическое для альтернативных историков натягивание совы на глобус. Такое, совершенно классическое. Ну, уже не говоря о том, что созвездие Льва, как и вообще вот эти знаки Зодиака, это то, что в Египте появилось в греко-римский период. То есть до завоевания Египта Александром Македонским никакого Зодиака у них не было. И никакого созвездия Льва они не знали. Ну, как бы и все про Орион, в принципе. Но зато вот очень красиво в фильме Эмерика показано вот это созвездие. Но там не то, чтобы оно прямо как-то, по крайней мере, я не знаю, как в других там сериях, там этих сериалах, что там про созвездие Ориона. В этом фильме он видит просто созвездие Ориона там в какой-то газете и понимает, что один из символов из этих знаков на этих звездных вратах – это вот созвездие Ориона. Вот. Там вот такая вот завязка сюжета идет. Про… А вот о знаке на вратах? Знаки на вратах, вот по сюжету, это некие созвездия. Да, но вообще пригласили специалиста, который должен был каким-то образом расшифровать эти знаки. По сюжету? Да. Ну, вот до этого Дэниела Джексона, супер-пупер-египтолога, такого недопонятого, альтернативно мыслящего. Да, и два года не могли расшифровать эти надписи. А вот за две недели. Заходит он, и он быстро расшифровал, расшифровал. Вы, по-моему, говорили, что даже те иероглифы, которые изображены на вратах, они вообще никакого отношения даже к древнеегипетской письменности, по-моему, да, не имеют? Нет, 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 нет. Там надпись есть вполне на древнеегипетском. Но смысла, я имею в виду, того, что там изображено, не несет никакого. Там, значит, есть же несколько вот этих поясов, и там есть вот внутреннее такое, внутреннее кольцо, и на нем реально надпись на древнеегипетском. Причем в фильме реально был египтолог-консультант, которого, видимо, привлекали как раз, чтобы сделать вот эти надписи. И там фишка в том, что приходит такой этот Джексон, мы же так влезли с середины фильма почти, и такой, а у них там на доске перевод написан этой надписи. И он такой, нет, кто это переводил, это все не так, вы чего? Тут глагольная форма, там, стирает, правит. Тут, и он говорит, это не дверь в небо, это звездные врата. И такие все, типа они там пытались перевести эту надпись. Я просто хочу сказать, да, еще раз, на всякий случай, я чуть-чуть знаю древнеегипетский, чуть-чуть. Моих знаний хватает, чтобы понять, что, во-первых, он там исправляет какие-то такие настолько детские ошибки, что там просто до него, видимо, ну, были какие-то, не то что троечники, вот, а кто там, не знаю, по словарю впервые пытается переводить древнеегипетский. Во-вторых, там очень забавная вот эта надпись «звездные врата», потому что там по древнеегипетски там написано «Себау энд Себау эф». И тут, как бы, с одной стороны, прикольно, не знаю, это случайно получилось, потому что по древнеегипетски «Себа» – это и дверь, и звезда. То есть там получается «Себау энд Себау», и буквальный перевод «двери звезд». Но там написано с грамматической ошибкой эта надпись. То есть, видимо, несмотря на то, что у них был консультант, ошибку они таки допустили. Ну, не будем вдаваться в детали. Во-вторых, как можно было «звезда» перевести как «небо»? То есть он говорит, это не «дверь в небо», а это «звездные врата». Это разные слова совершенно. Никто никогда не переводил слово «Себа» как «небо». То есть они, видимо, просто специально, ну, по сюжету он должен был исправить ошибку, но ошибка совершенно нелепая. Ну, на то показано, какой крутой Дэниел Джексон пришел такой раз-раз, и эти такие, вот это да, вот это мозг вообще. Он вообще выучил слово «звезда» без словаря. Да. А так там надпись действительно, ну, почти грамотно на древнеегипетском. Ну, видимо, они рассчитывали на то, что посмотрят фильм люди, которые не изучали древнюю Египту. Ну, конечно. Но это немного из того, что там имеет отношение к реальному древнему Египту в этом фильме. Знаете, мне кажется, вот мы начали обсуждать этот фильм. Там же весь фильм пропитан как раз псевдонаукой, псевдоисторией, альтернативной историей происхождения там пирамид древнего Египта и так далее. Я когда готовилась, я поняла, что он очень хорошо отображает вообще ситуацию в настоящее время. Потому что когда я пыталась там загуглить какие-то статьи, посмотреть YouTube, ну, 90% того, что выходит по информации, это какие-то теории заговоров про внеземные цивилизации. Действительно, вот человеку, который, допустим, плохо разбирается в истории древнего Египта, или, допустим, он не знает каких-то специалистов, да, известных, именитых, которые действительно кому можно доверять, у которых хорошая репутация, он просто запутается и действительно может начать верить про то, что там прилетели инопланетяне, там построили, допустим, грубо говоря, ту же самую, да, пирамиду Хеопса. Хотя там есть, да, куча источников, подтверждений того, что это строили реальные люди, для кого строили, как строили и так далее. И очень сложно в этом заблудиться, запутаться и начать действительно верить в эту альтернативную историю. Просто если фильм «Бумия» — это просто некий аттракцион такой с мистикой некой, ну и там с египетским колоритом, то здесь фильм вот этот «Звездные ворота», он пронизан псевдонаучными идеями. Вот, поэтому, на мой взгляд, в этом плане он гораздо хуже. Он не безобидный, но вот это можно об этом отдельно говорить, это не безобидная фантастика. Мое такое мнение, опять же, у меня опять тут профдеформация. Потому что режиссер вообще Роланд Эмерих от фильма к фильму продвигает вполне определенные идеи. Какие? Это идеи, которые, в общем, он, видимо, почерпнул у различных авторов, типа упомянутого мной Грэма Хэнкока или какого-нибудь там фон Деникина или Захария Ситчина, которые говорят о том, что древние египтяне не имеют отношения к великим постройкам, к великим достижениям вот этой цивилизации. Это, в общем, некие силы. Атланты, инопланетяне, непонятно кто. Древние египтяне, мы их видим, когда герои фильма попадают на планету Абидос. Это какие-то такие добродушные, беспомощные туземцы с палками-копалками. Здесь мы просто видим последовательно продвигаемую идею, что, а, все, что значительное было создано по официальной версии древнеегипетской цивилизации, на самом деле создано не древними египтянами, а непонятно кем, какими-то злобными инопланетянами или атлантами, как в фильме «10 тысяч лет до нашей эры», другой фильм Эмериха. Вот, первое. Во-второе. Ученые, там, египтологи, историки, это какие-то недалекие бюрократы, которые ничего не понимают. Вот перед ними выступает крутой, значит, такой несправегатель догм, независимый исследователь. Это Дэниел Джекшн, который вообще произносит некие клише из теории альтернативной истории. И они такие, ха-ха-ха. Он говорит, никто не знает, когда построены пирамиды. Вопрос не то, кто их построил, а когда их построили. Ха-ха-ха-ха. И такие расходятся. Эти дурни, они даже не способны понять полета мысли вот этого вот мыслителя, который на самом деле, еще раз, пересказывает байки из интернета. То есть, на самом деле, при его уровне... Ну да, он действительно не похож на специалиста, потому что, если бы он хоть чуть-чуть, да, изучил... Но он похож. То есть, по образу. У него есть очки, он молодой, рассеянный. И так должен выглядеть вот ученый, такой стереотипный ученый. Но смысл в том, что здесь последовательно пропагандируется вот и недоверие к настоящей науке, и при этом обесценивается древнеегипетская цивилизация. То есть, на мой взгляд, это вот, ну как бы, это оскорбительно к тем людям, которые в течение столетий и тысячелетий создавали то, что вот мы сейчас можем наблюдать в Египте. То есть, люди потратили свои силы, труд, интеллектуальный труд. Они создали величайшие архитектурные памятники, скульптуры, тексты, произведения искусства. И вот теперь просто на них взяли и плюнули. Вот я это вижу так. Поэтому, на мой взгляд, это не безобидное кино такое. Ну что вы, это же развлекательная фантастика, вы хотите, чтобы там... Ну да, я хочу. Ну, фантастика разная бывает, и разные идеи может нести. Вот, опять же, тут моя профдеформация при восприятии такого кино. Ну вот смотрите, еще раз, касаясь псевдоистории происхождения цивилизации и происхождения архитектурных памятников, те специалисты, которые действительно себя подносят как специалист, он же изучает все-таки историю. Есть куча источников. Первый мне приходит в голову, та же самая пирамиду Хеопсихуфу. Среди камней, по-моему, были найдены кучи там рабочих заметок, надписей. Там это всплывает в сюжете. Когда наш ученый выступает на некой конференции по Древнему Царству, там он говорит, нету никаких надписей, и пора уже понять, что, значит, цари Четвертой династии не имеют отношения к постройкам пирамиды, и кто-то из зала. Но ведь полковник Уайс нашел надписи в пирамиде Хеопса, и там имя Хеопса. Это фальсификация, отвечает, значит, наш Джексон. И, видимо, дальше, кстати говоря, он пытался рассказать, почему это фальсификация, но ему не дали. Но намек на это есть, что это фальсификация просто. Все, вопрос закрыт. Можно поговорить на тему, на самом деле, что известно про возраст пирамиды? Он говорит, важно не то, кто построил, а когда их построили. И дальше идея в том, что их построили 10 тысяч лет назад, а не 4,5 тысяч лет назад, как вот по официальной истории. Вот. Соответственно, можно тут говорить о том, что было известно уже в 94-м году, когда снимался фильм «Звездные ворота» на эту тему. И что, по идее, должен был знать господин Джексон, раз он приперся на научную конференцию вообще. Например, радиообиродной датировки пирамид. На самом деле, что за надписи нашел полковник Уайс? И почему они подлинные вообще-то? А по-моему, еще в 94-м году как раз запустили первую вот эту вот машину, которая прошлась по коридорам пирамиды. Ну да, там роботы запускали в эту вентилекционную, так называемую, шахту. В том числе, там, кстати, нашли на блоках по метке красной охры, такой же точно, которые сделаны вот эти метки в разгрузочных камерах, найденные полковником Уайсом. Тут надо сказать, наверное, все-таки прополковника Уайса, что это был такой военный и одновременно любитель египтологии, который в 1837 году в пирамиде Хеопса нашел 4 разгрузочные камеры, так называемые. Была известна уже одна из них, еще в 18 веке найдена, над погребальной камерой царя. И вот он нашел еще 4 эти разгрузочные камеры, они вот так находятся над камерой царя. Он туда проник, в том числе с помощью взрывчатки, конечно, к современной точки зрения, не очень метод археологических исследований. Вот так тогда работали. И вот в этих 4 разгрузочных камерах он на блоках нашел многочисленные пометки, которые, видимо, были сделаны строителями. Но так же, как у нас сейчас строят, грубо говоря, дом и подписывают нам какие-то блоки и так далее. И как минимум 11 из этих надписей содержат имя Хуфу, того, кого мы знаем Хеопса. Хеопс – это греческий вариант имени, Хуфу его звали. Вот, при этом, это, например, название бригад. То есть, судя по всему, между бригадами строителей шло соревнование, и они помечали свои блоки, кто какой блок, значит, вырубил и туда притащил. Там были, например, друзья Хуфу, одна из бригад называлась Друзья Хуфу, другая называлась как-то типа Очистители Хор Меджеду. Так вот, тут интересная деталь, что Меджеду – это хорово имя царя Хуфу. То есть, у фараона, у царя, термин фараон гораздо позже стал использоваться, строго говоря, у царя были несколько имен. И вот хорово имя – это одна из частей титула царя. У Хуфу это имя было Меджеду. На момент, когда Вайс нашел эти надписи, этого не знали, что у Хуфу было имя Меджеду. И второе, тогда думали, что все имена писали в картуши, в таком вот овальном контуре. Но хорово имя написано без картуши. И только позднее узнали, что хорово имя писали без картуши. Если Вайс это подделал, как он узнал неизвестное на это время имя Хуфу? Как он узнал, что хорово имя пишется не в картуши? Не мог он этого знать никак. Это первое. Второе. Некоторые надписи перевернутые или в неудобном месте. То есть, судя по всему, их писали на блоках до того, как их туда протащили. Возможно, еще в карьере. Некоторые надписи уходят за другие камни. Там есть там балки перекрытий. Вот они туда уходят. То есть, их явно нанесли до того, как это собрали. Как это можно подделать? Короче говоря, ну там есть еще ряд аргументов. Помимо этого, найдены надписи на других блоках пирамиды Хеопса уже в 20 веке. Найдены аналогичные надписи в гробницах Древнего Царства, в других. В том числе с упоминанием Хуфу. И в том числе с упоминанием пирамиды Хуфу. То есть, например, там есть гробница, где титул погребенного – это надсмотрщик или там смотритель города Горизонта Хуфу. Пирамиду Хеопса. Ихтяни называли Горизонт Хуфу. И детерминатив пирамиды. Кроме того, если мы говорим только про текстовые источники. Ну, правда, на момент съемки «Звездных врат» еще не был найден папирус Мерера. С рабочими, который… Это 2013 год, в порт, древний порт в Ваде-эль-Джарф, на берегу Красного моря, где нашли папирус, который оказался бортовым журналом чиновника, который руководил поставкой белого известняка на стройку Горизонта в Хуфу. Причем там Горизонт Хуфу упомянут много раз с детерминативой пирамиды и описывается. Он просто документировал этот чиновник Мерер. Погрузили, значит, из Туры они по Нилу везли красивый белый известняк для облицовки пирамиды. И там просто бортовой журнал, где написано, что вот они погрузили, плыли, здесь ночевали, доплыли. Указано, что они подплывали через специальный канал к искусственному озеру Хуфу прямо к стройке. То есть там специально от Нила был прокопан канал, у пирамиды Хеопса, устроящейся, было сооружено искусственное озеро, чтобы им удобно было подвозить. Вот эти все сведения содержатся в этом папирусе. То есть у нас есть множество текстовых свидетельств, которые показывают, что именно Хеопс. А этот же папирус доказал, что строили не крепостные, не рабы, крепостные говорят, не рабы строили эту пирамиду, как до этого считалось? Нет, это на самом деле уже было известно к этому моменту, что строили, судя по всему, свободные люди. Которые получали зарплату. Которые получали, ну тогда зарплату, они получали хорошую еду, хорошие вещи, денег не было. То есть были товарно-вещевые отношения. Но они хорошо зарабатывали в том понимании. У них были соревнования. Это для них было, видимо, во многом почетным делом. Важно здесь не это. В данном случае мы говорим о том, что есть многочисленное подтверждение того, что это строил Хеопс. Когда он строил? И здесь мы можем поговорить про радиуглеродные датировки пирамид. Возникает вопрос, как можно датировать египетские пирамиды. Ну или вообще любые памятники, они же каменные. А радиуглерод, ну это метод радиуглеродного анализа, применим к органике. Так вот, блоки пирамид, ну и других построек Древнего Египта скреплены раствором. Хотя часто можно прочитать, что там раствора нет. На самом деле он там есть, гипсовый или на основе гипса и глины раствор. А в нем встречаются органические вкрапления, угольки или там, допустим, тростник какой-то. То есть различные органические частицы, которые попадали в этот раствор. Его, когда изготавливали, его пережигали. И там вот эти органические частицы. Так вот, вот эти вот частицы собирали и решили датировать радиуглеродом. Этот проект осуществлялся с 1984 года. Интересная деталь. Вот этот масштабный проект по датированию памятников Древнего Египта финансировал фонд Эдгара Кейси. Эдгар Кейси – это мистик начала 20 века, который считал, что пирамиды построены за 10 тысяч лет до нашей эры. И задачей фонда было доказать. Доказать, что как раз они были построены. Да. Вот это очень интересная деталь, которая должна понравиться любителям альтернативной истории. Фонд, который хотел доказать, что Кейси прав, а получил совсем другие результаты. А получилось, что все укладывается в эпоху фараонов. То есть там, конечно, была погрешность. То есть там, например, некоторые памятники получились на 200 лет, по этим датировкам, на 200 лет древнее, ну вот, исторических дат до этого традиционных. На 200 лет, не на 10 тысяч, не на 5 тысяч, на 200. И там дальше различные возникают оговорки и дальше потом следующие исследования, которые стараются вот эти разные хронологии между собой примирить. Но еще раз, это разброс не на тысячи лет. И эти даты все укладываются в историческую хронологию. Это делалось потом еще и еще раз. 450 образцов было собрано для вот этого датирования. Это не только пирамида. Это и мастабы, гробницы, это и памятники Среднего Царства, затем памятники Нового Царства. В 21 веке их уже датировали еще одним методом, термолюминесцентным методом. И снова получили даты, попадающие в эпоху фараонов. То есть ни разу, это можно всегда попытаться объяснить, датировали не то, датировали не так. Можно придумать отмазки, так сказать. Но нет ни одного исследования, которое бы показало, что пирамиды построены в доисторическое время, там, 10 тысяч лет назад. И это было известно на момент, когда господин Дэниел Джексон приперся на конференцию по Древнему Царству. Пирамиды были построены по альтернативной истории 10 тысяч лет тому назад. И мы там видим инопланетян, которые рассказывают о том, что 8 тысяч лет назад, значит, они там пришли на Землю. Фильм-то с этого начинается. 8 тысяч лет до нашей эры опускается пирамидальный корабль, там такие голозадые дикари бегают. Значит, и дальше, ну, вот этот ра, так называемый, вселяется в какого-то юношу. Дальше потом по сюжету, видимо, они порабощают этих местных жителей. Они заставляют их там работать на себя, увозят их на планету Абидос, чтобы те добывали для них какой-то там супер-пупер минерал. А в Египте 8 тысяч лет тому назад известно, что там было? Ну, там 8 тысяч лет до нашей эры. Да, да. То есть 10 тысяч лет. Ну, да, известно. Неправильно сказал, в 8 тысячелетии до нашей эры. Да. Ну, собственно, надо сказать, что это было более влажное такое, ну, с точки зрения климата. Климат был более влажный. В долине Нила 10 тысяч лет назад люди особо не жили, потому что там река была, Нил был гораздо более быстрым. Вот. Особо плодородной почвы там не было. Ну, и, в общем, этим людям плодородная почва была не нужна, потому что это еще были охотники и собиратели. Это вообще конец палеолита. Они еще ничего там не возделывали и не выращивали. И жили они более, значит, в сторону там западной пустыни, где-то там. Вот. То есть, ну, конечно, нам же не говорится, где именно этот звездолет приземлился. Говорится, где-то в Северной Африке. Вот он где-то их застал. Вот. Потом, естественно, подразумевается, что всякие вот эти знания, которые потом древние египтяне, значит, использовали, это им вот передали эти инопланетяне. Но потом народ древнего Египта восстал, звездные врата эти разрушил, закопал, чтобы их нашли в 20 веке. Инопланетяне свалили на планету Абидос, где, значит, с тех пор угнетали уже там какую-то часть людей, туда уехавших вместе с ними. И заставляли их добывать какой-то вот минерал. Причем крутые, супер продвинутые технологические инопланетяне не используют технику. Они используют рабский труд дикарей, которые там какими-то палками-копалками и камнями суперэффективно добывают для них какой-то минерал. Вот. Ну, все логично. Конструктивно в деконструкции с Александром Соколовым. Несколько фактов о фильме. Идея фильма была задумана режиссером еще в 1979 году во время учебы Роланда Эмериха в школе. После выхода картины некий студент факультета египтологии Университета Джона Хопкинса обвинил Роланда Эмериха и Дина Девлина в плагиате. Так как он десятью годами раньше предлагал им похожую историю. Изначально фильм задумывался как первая часть трилогии. Но компания Метро Голдуин Майер решила сначала снять телесериал. Зрители после предпросмотров высказали мнение, что Ра выглядит недостаточно инопланетным. И в процессе постпродакшена его образу добавили свечение глаз. Похожие на земных лошадей животные на другой планете были в действительности лошадьми в специальных костюмах. Еще в съемках использовались собаки. В 1995 году фильм стал обладателем премии «Сатурн» за лучший научно-фантастический фильм. Смотрите, если продолжая тему псевдоистории, псевдонауки, про сфинкса тоже очень много таких выдуманных историй. Хотя вроде там тоже есть много доказанных документов, которые примерно говорят, когда он был создан. И вроде как, с чего портрета была голова сфинкса сделана. И с последних, то, что я вычитала, о том, что она была частью Атлантиды, по-моему, и там была эрозия морская. Хотя это действительно там эрозия от песков. Водяная, дождевая. Водяная какая-то. Это тоже еще одна из таких маргинальных теорий. Но смысл в том, что на самом деле, конечно, документов, которые бы как-то обозначали, когда именно был создан сфинкс, таких документов нет. То есть традиционно его приписывают к времени строительства комплекса Хафра, царя Хафра, вот пирамиды Хафра, которая вторая по высоте в Гизе. При ней там есть храм, там остатки храма при пирамидного, есть храм долины, который подальше, к нему такая дорога идет. Рядом храм сфинкса, и тут, значит, сам этот сфинкс сидит. Ну и, соответственно, предполагалось, что это вот сфинкс, построенный Хафра, и что лицо его, может быть, это царь Хафра. Некоторые утверждали, что, может быть, это скорее Хуфу, и, может быть, это сфинкс не Хафра, а Хуфу сделал. Вот, но вот несколько геологов, включая там такого господина Шоха, значит, выдвинули теорию, что вот сфинкс, он такой сильно выветрил, и такой эрозией весь покрытый, что вот это дождевая эрозия, которую могли оставить только сильные дожди. А сильные дожди в Гизе были только, вот опять же, там где-то 10 тысяч лет назад. Соответственно, сфинкс создан когда-то там гораздо более древние времена. Но другие геологи с этим не согласились. Вообще говоря, датировать какой-то памятник по эрозии так себе подход, потому что эрозия может с очень разной скоростью идти, ну, например, в зависимости от климата, в зависимости от качества камня. Сам вот этот известняк, из которого сфинкс, он такой пористый, не очень качественный, он может быстро разрушаться. Это первое. Второе. Вообще в Египте дожди, и даже сейчас могут идти. Если мы, кстати говоря, посмотрим на сфинкса, мы в небольшом отдалении от него можем увидеть болотце такое. То есть там грунтовые воды, и сейчас даже выходят на поверхность. На многих древних храмах египетских есть стоки для дождевой воды. То есть дожди там шли, между прочим, эпоха древнего царства была более влажная, чем сейчас. Это первое. Второе. Вообще существует еще и ветровая эрозия. Ветер несет песок. Песок тоже может разрушать камень. А песок там кварцевый, по-моему, насколько я знаю, якобы он разрушает сундук. Ну, там любой, в принципе, песок точно так же может разрушать камер. То есть если мы посмотрим на окружающие скалы, если мы посмотрим на пирамиды, мы тоже там увидим похожую эрозию. Вот. Причем, ну вот, даже в последние там столетия можно было наблюдать, как вот эта эрозия разрушает, к сожалению, в том числе и того же сфинкса. Вот. Самое важное, что здесь можно сказать. Как мы можем датировать сфинкса по каким-то, пусть косвенным признакам. Есть храм Хафра, вот этот храм долины, нижний храм. Есть храм сфинкса. Причем они, кстати, похожи. И, видимо, были частью одного комплекса. Так вот, сфинкс находится, он на самом деле в углублении, в таком части известнякового карьера, из которого брали камень для строительства. Так вот, судя по всему, те блоки каменные, из которых построены храм сфинкса и вот этот храм долины, они взяты вот оттуда. То есть их брали, когда вырубали сфинкса. То есть, видимо, как минимум, сфинкс и вот эти храмы строились примерно в одно и то же время. Кроме того, храм сфинкса, когда строили, пришлось разобрать часть стены, которая была вокруг храма долины. То есть храм сфинкса, видимо, строился позже, чем вот этот нижний храм Хафра. И, может быть, самый интересный аргумент, что храм сфинкса тоже датировали радиоглеродом вместе со всеми вот этими постройками. И тоже получили соответствующую дату, которая попадает в Древнее Царство. То есть храм сфинкса явно был построен, ну, если, конечно, мы доверяем радиоглеродному анализу, в эпоху Древнего Царства, а для его постройки брали камни из карьера, где находится сфинкс. Ну, вот как-то так. То есть это, в общем, указывает на то, что и сфинкс явно был построен в то время. Может быть, не царем Хафра, может быть, его предшественником, может быть, Хеопсом. Но явно, опять же, не 10 тысяч лет назад, не 8 тысяч лет назад. Ну, вообще, в целом, когда начинают говорить про инопланетян, связывают их с Древним Египтом, часто опираются на храмовый комплекс Дендери, и то, что там изображены якобы инопланетные существа, тарелки и так далее. Что вы можете на это... Как вы их можете объяснить? Значит, по поводу храма в Дендере. Ну, я, насколько знаю, во-первых, храм, вот этот храм Хадхор в Дендере, он больше известен даже не тарелками, а изображением электрической лампочки. То есть там есть такая крипта, такое подземное помещение под полом храма. И в ней различные рельефы, связанные там, ну, вот с египетской мифологией. И в том числе там изображены такие... Как бы там человек держит вот такую штуку, которую можно интерпретировать как электрическую лампочку. Но вообще-то она похожа на цветок лотоса, из которого выползает змея. А поддерживает это все так называемый столб джет, то есть позвоночник Ассириуса, символ стабильности. И, в общем, это, ну, вполне символы в духе египетской мифологии. То есть вот это рождение жизни, вот эта змея из лотоса. Причем это подтверждается текстами иероглифическими, которыми там рядом, ну, вот стены покрыты. Вот, но если этого всего не знать, можно, конечно, приглядеться и увидеть там лампочку. Почему в лампочке эта вот нить накаливания изображена змеей? Почему это не светодиодная экономичная лампа, а вот именно лампа накаливания? Где они, эти лампы? Сами. Если у нас есть тут изображение лампы, покажите сами светильники. То есть здесь, ну, вот типичная такая история, называется, по-моему, апофения, когда мы видим привычные нам вещи, когда мы не понимаем, что изображено. Мы интерпретируем это в привычных нам символах. Более, может быть, известный пример – это в храме Сети Первого в Абидосе – вертолет, танк и самолет. Про это тоже можно отдельно поговорить. Но сейчас сначала про Дендеру закончим, потому что там еще изображены рептилоиды. Там есть различные рельефы, и там можно увидеть таких змей с ножками. Я вот не помню там, честно говоря, в Дендере, что там были какие-то космонавты и летающие тарелки. Там есть вот рептилоиды классические, такой змей с ногами. Но надо понимать, что в Египте вообще, в региозных представлениях древних египетян, было огромное количество таких божеств, которых изображали с головами разных животных. Причем вот сколько животных есть, столько и богов с крокодильями, с лягушачьими, птичьими, с головой трубка зуба. И, соответственно, и были божества со змеиными головами. Например, богиня Рененут изображалась в виде женщины со змеиной головой. Был такой бог Нехепкай, которого изображали как раз в виде змеи с ножками. Это вполне в духе египетского пантеона богов. Потому что просто то, что вот вокруг бегало, вот из того богов, в общем-то, и лепили. А змей там много, ящериц там очень много. Два очень употребимых египетских иероглифа – это змеи вообще. То есть звук «ф» – это змея, рогатая гадюка. Звук «дж» – это тоже змея. Ящерица – вообще это иероглиф, обозначающий «много». Потому что ящериц, наверное, много было вокруг. Поэтому давайте теперь говорить, что там у них были инопланетяне с крокодильями головами, с головами бегемотов. Ну или все-таки будем смотреть на это как на некую часть мифологии. Нет инопланетян, получается. Там, ну, опять же, если мы каждого… Это вот подход, который использовал упомянутый мной Эрих фон Деникин. Один из таких наиболее известных пропагандистов палеоконтакта. Он прямо говорил, что это не инопланетяне. Нет, это результаты генетических опытов инопланетян. Вот они скрещивали всяких земных животных и получали вот таких мутантов. Можно и так, но почему бы и нет. Но это понятно, что это просто некие фантазии безудержные. Сейчас еще, если возвращаясь к началу фильма, мы немножко затронули тему иероглифов. Про то, что они разгадывали, не могли разгадать надписи. И уровень их знаний был, я не знаю, нулевой абсолютно. Если немножко рассказать, ну, наверное, много кто знает про открытие Шампельона, да, как он первый разгадал древнеегипетские иероглифы, смог понять, что там написано. Возвращаясь к фильму, действительно ли специалист, который увидел эти надписи, не смог бы понять, что там написано, там, не знаю, сразу же, если он изучал эту тематику. И давайте вообще поподробнее поговорим про них. Там просто часть надписей, она действительно, как я говорил, древнеегипетские, иероглифические, и их вполне можно прочитать. Вот, а другие, они там какие-то выдуманные символы, которые обозначали вот типа знаки зодиака, которые нужны были, или созвездия какие-то, которые нужны были для того, чтобы направить эти, настроить эти врата на ту точку, куда они должны перемещать. Вот на самом деле, как там устроен принцип работы этих врат, я так и не понял. Я вообще человек с математическим образованием. Я советовался со знакомым астрономом, он тоже не понял. То есть там семь. Нужно совместить вот какие-то эти шевроны с семью символами. И дальше Дэниел Джексон говорит вообще глубокомысленную фразу. Чтобы определить положение точки в трехмерном пространстве, нужно шесть точек. Я, как человек, еще раз, с математическим образованием, всегда думал, что нужно три координаты в трехмерном пространстве. Нет, нужно шесть, но еще нужна седьмая, чтобы обозначить ту точку, откуда мы перемещаемся. Это, грубо говоря, я прихожу в аэропорт Домодедово, хочу сесть на самолет. А мне говорят, из какого аэропорта вы летите? Может быть, Внуково? Может быть, Шереметьево? Я говорю, нет, Домодедово. А, покажите на карте. Вот. Ну ладно, тогда, значит, лети. А так и полететь не могу. Ну, в общем, на мой взгляд, они хотели придумать какой-то хитрый способ настройки вот этого прибора, который бы отличался от земного. Но как он работает, понять невозможно. Причем я даже нашел два разных описания работы этих «Звездных врат». Причем они противоречат друг другу, они противоречат фильму, и все равно нифига не понятно. Вот. Это вот Эммерих. Он в этом весит, по-моему. А вы нашли где, имеете в виду, относящиеся к фильму, как это могло бы работать? Ну, я подозреваю, что это уже вот к сериалам, которые продолжение. Потому что они реально, ну, отчасти отличаются от того, что показано в фильме. Причем два разных описания, они различаются между собой. Понять их все равно невозможно, как это работает. Мне, мне с моим скромным умишкой. Может быть, кто-то из зрителей разобрался и скажет, а-ха-ха, выкинь свой диплом, значит, мы все поняли. Зачем нужно семь точек, чтобы понять, куда ты летишь? Астрономам, ну, на плоской звездной карте нужно две координаты. Если мы еще хотим туда добраться, ну, нужно еще расстояние. Семь. Зачем? Ну, вот потому что инопланетяне, они вот такие вот хитрые. У них хитро. Я вообще не знаю, как этот фильм обсуждать, потому что там одна спашная фантастика. Ну, он смешной. Вот, он смешной, там, то есть, даже если про Египет, про египтологию не говорить, там много смешного. Ну, вообще, Эммерих в этом вещь. У него обязательно в фильме должна быть ядерная бомба. Вот обязательно. Единственное, в этих 10 тысяч лет до нашей эры там нету ядерной бомбы, ну, потому что ее еще в камерном веке еще не создали. Они там просто все сжигают. Можно было и в тот фильм запихнуть. Они просто там все сжигают. Ну, вот бомбы нету, поэтому надо все сжечь. В других случаях, вот все проблемы, в дне независимости они инопланетян взрывают ядерной бомбой. В звездных воротах они взрывают инопланетян ядерной бомбой. В падении Луны, которая недавно вышла, они взрывают какую-то враждебную тварь с помощью ядерной бомбы. Все вопросы решаются так. Вот, это Эммерих. Откуда растут ноги вот этой истории, то, что, грубо говоря, да, все, что на нашей планете, те же самые, ну, там одна пирамида показана, которая есть на планете Земля, она абсолютно зеркально находится в другом пространстве, другой вселенной, когда они проходят через врата. Они попадают на планету Абидос, ну, вот, куда переместили часть, видимо, древнего населения Земли, и там у них тоже стоит пирамида. Но они якобы там ее тоже построили, да, получается? Ну, эти, наверное. Это же для посадки корабля космического, на самом деле. Причем в начале фильма он садится безо всякой пирамиды. Но потом ему нужна пирамида, чтобы сесть. Вот без пирамиды он сесть не может. Такая суперциализация. Им нужна пирамида из камней, чтобы, значит, приземлить свой звездолет. Но, кстати говоря, что интересно, там наш этот дорогой Дэниел Джексон, суперспециалист по Египту, говорит, это копия пирамиды Хеопса. Но она совсем не копия пирамиды Хеопса. У нее там какой-то нелепый торчит портал. То есть она скорее напоминает поздние пирамиды кушитских царей. Это вот нубийские пирамиды, которые такие, на самом деле, маленькие, ну, на территории современного Судана. Маленькие, остроконечные, и перед ними вот такое какое-то храмовое сооружение торчит. Вот она сделана похоже. У нее тоже торчит что-то вот такое спереди, типа какого-то портала. То есть, видимо, дизайнер, который ее придумывал, он хотел вот как-то скомбинировать. Только еще перед этим торчит два обелиска, которые вообще перед пирамидами никогда никаких обелисков не было. Их ставили такие перед храмами тысячу лет спустя, когда уже пирамид не строили. Причем еще что интересно, когда они подходят к этим обелискам, показано, что эти обелиски составные из множества блочков. Это вообще какая-то профанация, позор какой-то. Вот обелиски эти всегда цельные. Они как раз крутость их была в том, что их сделали, делали, например, из цельного куска гранита. В этом был пафос. Здесь какие-то позорные из кусков известняка обелиски. То есть явно деградировали эти инопланетяне на этой планете Абидос. Но вообще это просто какая-то компиляция архитектурных элементов из разных эпох Древнего Египта. А вы знаете, там еще в фильме они обсуждают, как раз главный герой, про то, что что-то там в пирамидах нет иероглифов, и ему нужно найти какие-то надписи обязательно, чтобы получить некие знания. Там вообще-то классно. Я-то понимаю. А действительно, в пирамидах не найдены никакие иероглифы. Это та же самая гробница захоронений. Обычно во всех захоронениях история жизни часто бывает. Это более поздняя тема. То есть вот эти тексты пирамид, вот первая пирамида, в которой появляется текст, это пирамида Униса. Мы его упоминали, когда говорили про фильм «Мумия». Царь Унис, он интересен тем, это уже пятая династия, что в его пирамиде впервые появляются тексты, вот эти, ну скажем так, заклинания на стенах погребальной камеры. До этого, видимо, это просто был чисто устный ритуал, который жрецы знали, и они пересказывали. В какой-то момент они стали писать это в пирамидах, в гробницах, стали писать в саркофагах. Но это не сразу произошло. Вот в момент строительства пирамид 4-й династии еще это не было такой традицией делать вот эти надписи в погребальных помещениях, какие-то ритуальные. Вот, ну, видимо, считали, что этого не нужно. И так вот, самая большая пирамида, все и так знают, что это Хеопс, Ху-фу. Вот, но там прикол не в этом фильме, а прикол в том, как они вообще эту экспедицию снаряжают. Что они, значит, открывают эти звездные врата, они туда пихают робота, который туда проходит, и сразу им передает состав атмосферы, там, температуру, координаты этой планеты, что это в какой-то там вымышленной галактике, черт знает где. Потом, значит, звездные врата закрываются, и дальше они, значит, увидев фото, которое успел передать этот робот, там другие символы. И чтобы вернуться, надо эти символы расшифровать. И такой главный там какой-то генерал говорит, мы закрываем проект. Что толку, если мы не сможем туда направить разведывательную экспедицию? Они только что туда робота отправили, которым передал состав атмосферы, там вообще кучу информации про планету, фиг знает где находящуюся. Мы закрываем проект, потому что нам же нужно туда отряд спецназа отправить с автоматами, а иначе это все бессмысленно. И тут такой этот Джексон, я все расшифрую, я все расшифрую. Вы уверены? Да. Ну, раз вы уверены, погнали. И они, значит, тут же, кого нужно первый раз отправить, значит, когда мы открыли планету в далекой галактике? Туда надо отправить этих дуболомов с автоматами. Причем даже то, что там состав атмосферы такой же, как здесь, не значит, что там не может быть смертоносных вирусов, каких-нибудь, не знаю, там, монстров, черт знает что там может быть, безо всякой химзащиты, там, без скафандра, без ничего. Туда прется отряд автоматчиков таких вот. Плюс какой-то чихающий египтолог, который им просто сказал, но даже не сказал, как он собирается переводить эти надписи. И смысл в том, что он, значит, Джексон, когда говорил, что он расшифрует, он, видимо, предполагал, что там вокруг будут какие-то другие надписи, от которых он сможет плясать. И тут они прибывают туда, никаких надписей нет. И на вопрос этого полковника О'Нила, он говорит, нет, я не могу их расшифровать, потому что мне не от чего отталкиваться, никаких надписей нет. Но ты же нам не сказал, что тебе нужны какие-то надписи, говорит полковник О'Нила, и там другие его, там, Ковальский, там, какие-то еще эти спецназовцы. То есть они, готовясь к этой экспедиции, вообще с ним не обсудили даже, что ему нужно для расшифровки. И они на него очень сердятся. Значит, как он мог вообще их так подвести? Но, тем не менее, О'Нил отправляется к этим Звездным вратам и пока там раскладывает свою ядерную бомбочку. Может, мы назад и не вернемся, но, на всякий случай, мы все взорвем. Вот, в этом, как бы, позитивный, жизнеутвердающий, значит, посыл этого фильма. А надписи должны были быть на пирамиде, правильно? Ну да, при этом Джексон сам знает, что надписей нет. Он же не думал, что они выскочат прямо в пирамиде. Он думал, он вообще не знает, что он думал. Будут идти по пустыне? Он просто довольно самонадеян, скажем так. Вот, слишком самонадеян. А спецназовцы на него положились. А мне больше там животные понравились, которые, как собаки, нюхают одежду. А, животные там прикольные, да. Вот, если говорить о положительных, о положительных моментах этого, безусловно, выдающегося фильма, который, конечно, значит, заслуживает, в том числе, похвалы за спецэффекты. Там прикольные вот эти звездные ворота. Там прикольные костюмы вот этих инопланетян, которые косплеят египетских богов. Такие вот раскладные мордочки. Значит, там красивые пейзажи. Там вот эти интересные инопланетные какие-то домашние животные. То есть, там во многом фильм был интересен, ну, вот, картинкой. Тем, как воссоздан вот этот мир. Там прикольный город, вот, где живут эти вот простые жители планеты Абидус. Очень клевые вот эти сами инопланетяне. Ну, вот эти. Это не инопланетяне, как бы, а тела, в которые они, значит, как паразиты, вселились. У них там действительно сделаны интересные костюмы, в том числе, там, у детишек такие прям причесочки, какие, ну, в общем, согласно изображениям, у царевичей древнеегипетских. Вот такая бритая голова с такой вот косичкой. Вот. То есть, фильм хороший, если абстрагироваться от, ну, вот, древнеегипетской темы. Мне это сложно. А я сейчас не понимаю, а зачем у них вообще должны были быть египетские костюмы и парики, если они сверхрасы некие? Ну, потому что это красиво. Которая пролетела с другой планеты. Потому что это прикольно. Вот, отвечая на вопрос про инопланетян с головами животных, вот он буквально их воплотил. Что это у них были такие, скажем, головные уборы, шлемы для устрашения, чтобы их воспринимали как каких-то сверхсуществ. Я так понимаю. Другого способа они не придумали. Вот. Но на самом деле Эмерюху надо было прикольно показать вот этих египетских богов воплоти. И он вот так это сделал. Но потом, когда с них сняли, упали эти маски, и местные поняли, что они просто люди, то их начали мочить как бы радостно. Вот. И быстро с ними разобрались. Не помогли им никакие технологии. Вот. Здесь, конечно, тоже отдельный такой этический вопрос, который, конечно, не парит Эмерюха. Там, допустим, если читать Стругацких, там у них прогрессоры. И вот там в «Трудно быть богом». А имеем ли мы право вмешиваться, значит, в ход чужой цивилизации, даже если нам кажется неправильным. Эмерюх и его герои не парятся. Они сразу, значит, наводят свой порядок. То есть вот плохие инопланетяне, вот хорошие угнетаемые, вот вам М-16. Значит, нафиг этих пришельцев. Все. Все хорошо. Дальше, значит, мы навели порядок, установили нужный демократический строй, значит, на планете Абидус. Все. Все нормально. Пошли на другую планету там порядок наводить. Вот так. Это как бы, да, когда я, кстати, выступал с докладом на эту тему на форуме «Ученые против мифов», мне написали, такой антиамериканский посыл. У меня нет антиамериканского посыла. Я люблю американское кино вообще. Но тупая пропаганда мне не нравится. Вот. Неважно от какой страны. У Эмириха вот это вот, что здесь, что в дне независимости, просто через край вообще. Прям вот, ну, приторно прет. Вот такой вот. Мы за правильный порядок, против плохих парней, хорошие ребята с автоматами, значит, и с ядерной бомбой. Вот наведут, значит, нужный, установят нужный правильный строй. Как-то так. Они еще там, древнеегипетским потом, да, девушку, по-моему, заговаривают. Да. Я не совсем не поняла. Но вот, кстати, у них это показано лучше, чем в мумии. Потому что в мумии, извините, что я уж возвращаюсь к фильму, который мы обсуждали, там дама-египтолог начинает шпарить, значит, на древнеегипетском, и мумия ее сразу понимает. А на самом деле, мы же не знаем, как звучал древнеегипетский язык. Поэтому вряд ли бы она ее поняла. Вот если бы та и написала на бумажке иероглифами, та бы прочитала и поняла. А на слух, скорее всего, нет. Потому что то, как звучит древнеегипетский, ну вот, в исполнении египтологов, это просто некая договоренность. Как звучали, как минимум, гласные в египетском языке, очень, значит, приблизительно мы можем представлять. В фильме Эмериха как раз показано интересно, что он ей называет, начинает говорить «нетчер», «нетчеру», а она ему «натуру», «нетуру». Значит, и он как бы с ней, он говорит, это диалект какой-то местный, древнеегипетского. И вот там вот как раз это интересно показано. Может быть, это тоже помощь консультанта. Что они не сразу поняли друг друга. Что она ему показывает, как произносить. Египтолог этого не знает. Тем более, что тут язык эволюционировал на другой планете в течение там нескольких тысяч лет. И явно он должен был сильно измениться. Вот это прикольно. Это, наверное, заслуга египтолога, консультанта, я предполагаю. И это показано правильнее, чем вот, например, в «Мумии», где явно забыли, что тот древнеегипетский, который мы слышим, когда египтологи что-то читают, например, там «нетчеру», это реконструкция. На самом деле он звучал, наверное, как-то по-другому. Тем более, он менялся. Очень сильно менялся. Именно в звучании менялся или в том, как... Ну вот если сравнить латынь, допустим, и французский, вот язык древнего царства и язык среднего царства, они между собой различаются так же, как латынь и французский. Потому что это тысяча лет. Можно представить, как вообще язык меняется за тысячелетия. Язык древнего Египта очень сильно менялся во время истории древней Египта. Хорошо. Тогда у меня вопрос следующий. Плита, которая была на двух языках, там древнеегипетский, по-моему, египетский другого периода. Розетский камень? Да. Который шампальон. Да. И греческий язык. Два там египетских было разных периодов. Там не разных, там разная система письменности. Просто в древнеегипетском была письменность иерографическая, а была скоропись. Причем это поздняя скоропись, демотика. Более разговорный такой, да? Это просто скоропись. Представьте, что вам нужно там быстро что-то записать. И вы будете этих птичек вырисовывать. У вас просто естественным путем очень быстро эти птички превратятся в закорючки. И вот была уже, уже задолго до конца древнего Египта была скоропись иератика. Кстати, упоминается в звездных вратах, не к месту совершенно. Вот была такая ранняя скоропись иератика. А в конце уже появилась демотика, которая вообще вот такие закорючки, но которые на самом деле в основе своей те же иероглифы, но которые превратились в закорючки. Потому что писцам нужно быстро писать. И большинство всяких вот текстов на папирусах, всякой вот перепиской и прочее написано не иероглифами. Иероглифы для памятников, для там погребальных надписей. А вот этим вот, демотикой. А на розетском камне какого периода надписи? Розетский камень, это как раз был кто-то из Птолемеев. То есть это вот такая греческая познятина. И там камень, на котором один и тот же текст написан иероглифами, написан демотикой и по-гречески. И вот греческая надпись была ключом. То есть он в частности увидел там Птолемей. И он догадался, что надписи иероглифически, обведенные в овал, картуш, это царские имена. Птолемей, Клеопатра. И можно соотнести. И он увидел, что там есть явно звуковые символы. Что в египетской письменности были не понятийные символы, как вот иероглифы в чистом виде, а звуковые, фонетические. То есть П это квадратик. Птолемей, Клеопатра, там тоже П встречается. И вот он, так это было стартом для расшифровки. Это я поняла. Он, получается, угадал одного периода только надписи. А как дальше? Благодаря Шампильону начали понимать вообще, как писали древние египтяне. Но преемственность-то была? То есть это все-таки письменность? Хорошо, а как раз, хорошо была преемственность, а все равно, это же сложно разгадать письменно другого периода, допустим, более раннего. Вот если сравнивать, как вы сейчас сказали, латынь, допустим, да, и то же самое. Официальные надписи, они гораздо более консервативны. То есть это же было не письмо, которое там жена писала мужу, купи мне масло. Вот такие надписи, такие тексты тоже есть. Это была официальная надпись на Стелле и иероглифами. И она была более все-таки понятна, это более консервативная система. Поэтому вот все-таки эти надписи, допустим, надписи Нового Царства каких-нибудь, различаются меньше. Хотя, конечно, отличаются. То есть ключ, главное, что Шампальон получил ключ, он понял систему, принцип. До этого не могли разобраться в этом. Мы думали, что каждый иероглиф это какое-то понятие. Он первый показал, что египтяне использовали звуковые символы. И вот дальше, дальше текст за текстом, символ за символом, сравнивая различные надписи между собой, тексты на других языках, коптский язык, который наследовал египетскому и который еще существовал. Вот. Это очень, конечно, трудный, долгий путь дешифровки этого языка, но который все-таки удалось пройти специалистам. Спасибо вам большое за разбор. Пожалуйста. Это был проект Деконструкция. Смотрите кино Удумчиво. Деконструкция. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...